МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Андрей Владимирович. Добрый день. Статистика показывает, что по численности фанатов дзюдо обходит только футбол. Как можете объяснить такую популярность? Все очень просто. Дзюдо, кроме техники, присущей этому виду спорта, это еще и азарт, это еще и поединок, это единоборство. Многие футболисты, кстати, вышли из дзюдо. Вот, например, дзюдо, всем известный мирового уровня. Вот, и у нас тоже, ребята, некоторые переходят, успешно переходят в футбол. Так что популярность дзюдо оправдана, конечно. А для чего вот эти силовые приемы в футболе? Вот, как их применить там? Ну, в футболе это целая тактика и стратегия, конечно, в футболе. Но тот, кто занимался дзюдо, он уже спокойней в столкновении, в силовой борьбе. Все увереннее чувствуют, конечно, как и в других видах спорта. Это может быть и другие, как гандболт, например. Давайте поговорим о вас, ваш путь в спорте, в дзюдо именно, как он начинался. Давайте вспомним еще про ваших первых тренеров. Мой путь в дзюдо начался в Дальневосточном городке, провинциальном. Начался он с поражения. В дворовых наших поединках, баталиях, почему-то я почувствовал, что я проигрываю своему товарищу. Оказалось, что он уже месяц занимается борьбой дзюдо и самбо в клубе. У тренера, прекрасного тренера Александра Ивановича Сосновского. Я, конечно, поспешил записаться. Не сразу меня приняли. С третьей попытки я попал туда только. Но, конечно, увлекся. Бесконечно благодарен своему тренеру за тот путь, который мы с ним проделали. А в чем философия этого вида спорта? Дзюдо сохраняет психологическую устойчивость. В то же время борьба, психологическая устойчивость развивает интеллект. Это интересно. Это азарт, интеллект. Все это вместе сочетается как-то и приводит к определенным результатам. У каждого свой рост. У каждого спортсмена свой рост, начинающего. И мальчик или спортсмен, занимающийся, каждый год мы видим, как он прибавляет, как он растет как спортсмен. А вот про сам путь спортсмена. Какой он был у вас? Какие достижения, может быть, какими-то особенно гордитесь? Ну, призер Хабрасского края, чемпионатов зоны Сибири и Дальнего Востока. Это достаточно весомые чемпионаты. Ее собирались опытные борцы со всего региона Дальневосточного. Просто так выиграть не получится. Надо готовиться. Поэтому, конечно же, все старались. У нас достаточно была большая скамейка запасных в то время. Поэтому каждый старался сделать результат лучше. Стремился попасть на эти соревнования, которые анонсировал тренер. Он говорил, готовится. Называл ряд участников. А кто поедет, оставалась загадкой, тайной. И последнюю неделю тренер говорил, что на соревнованиях участвуют. Здесь, конечно, мы все были в ожидании, что вот меня возьмут. Или там, понимаете, все старались, конечно, полностью оправдать то доверие, которое оказывал тренер. А вот в какой момент вы поняли, что хотите тоже передавать свои опыты и знания уже детям, спортсменам? Тогда еще тренировался успешно. У меня подрастал брат двоюродный. И я как-то начал с детьми проводить. К нему друзья приходили. И вот я устраивал такие поединки, больше похожие на сумму, физподготовку. Тогда у меня не было планов быть тренером. Но позже я пришел к мысли, что это необходимо. Нужно было получить образование и уже работать профессионально. И сейчас есть к чему стремиться. Рядом с нами работают очень талантливые тренеры. Мы делимся опытом друг с другом. Мы растем так же, как тренеры. В качестве тренеров из 1988 года, это почти 35 лет, как изменилось дзюдо за это время? Изменилось. Есть некоторые моменты. Сейчас спорт стал все-таки коммерческим. Если тогда у нас в секцию записывалось определенное количество людей, зал больше не вмещал, да? Одно замечание тренера, и ты, ну там, два замечания, да, в крайнем случае, и ты покидал этот зал, да? То есть дисциплина была достаточно на высоком уровне. Сейчас все-таки дети несколько, может быть, такой лайтовый вариант тренировок проходят. Но в то же время, в то же время среди них, среди детей, воспитанников, мы находим те зерна, которые идут дальше. Идут дальше, работают на результат. Представляют, представляют свои клубы, представляют область, в итоге страну. Вот как воспитать чемпиона? Вот чемпиона, да, сейчас мы говорим именно о перспективном, да, спортсмене. Что нужно сделать, вот, чтобы воспитать такого? Ну, это задача, вот над этой задачей, как воспитать чемпиона, бьется каждый тренер. И у каждого свои, какие-то свои фишки, можно сказать, какая-то система подготовок. Но есть базовая техника, есть базовые основы. Вот, ну, прежде всего, конечно же, наверное, как у докторов, не навреди. Вот, потому что дети, это легко ранимые, это такие открытые глаза, светлые души. Вот, здесь надо аккуратно все, вот, работать. Педагогика важна. За годы вашей уже работы, да, вы какой-то свой секрет подхода уже выработали, наверняка он есть. Я не знаю, это может быть не секрет, это просто открытое отношение к детям, открытое. То есть ты несешь детям добро, уважение. Ну, я думаю, что они этим отвечают так же. Вот, получается, в контакте работаем с детьми. Сегодня вы уже президент федерации дзюдо Одинцовского округа, правильно? Да, руководитель федерации дзюдо и сэнпай. У вас второй дан под дзюдо. Вот расскажите, лично я смотрела, когда готовилась к интервью, кто такие сэнпай? Сэнпай, старший ученик, сэнпай. Вот, ну, у нас, как бы, терминология дзюдо все-таки используется более такая европейская, да, вот, хотя основная терминология все-таки техники, это, ну, японская, да. А уважение к тренеру, оно с детства, вот, как пришел ребенок в зал, первый шаг, вот, так мы поддерживаем уважение к тренеру. У нас нет дзюдо таких вот откровенных, там, каких-то хулиганов, там, раздолбаев, вот, потому что все дети воспитываются, друг друга тянут, друг друга поддерживают, друг друга воспитывают. Чем отличается дзюдо того времени от того, что сейчас происходит? Насколько вот дзюдо развивалось или развилось, можно сказать, за это время? Во-первых, мы благодарны тем, нашим первым чемпионам, олимпийским, чемпионам мира, тех, кто заложил базу советского спорта, советского дзюдо. Вот, и сейчас, кстати, вот вышел фильм «Легенда о самбо», вот, тоже о том времени, когда закладывался, вот, первые шаги нашего спорта, самбо-дзюдо. Ну, конечно же, техника растет, техника растет, конкуренция колоссальная, вот, каждый чемпионат мира, каждый чемпионат Европы, там, да, турниры класса А вызывают пристальное внимание всех специалистов, потому что всегда находится что-то, нечто новое, открытие какое-то. Вот, вот, скорость растет, правила меняются для того, чтобы дзюдо было зрелищным и действительно таковым является. Вот, так что требуется не только прикладывать усилия, еще аналитика важна, аналитика, вот, и сегодняшним тренерам также непросто работать на результат, как и тренерам тех, кто это начинал в самом начале развития вида. А международные соревнования сегодня открыты для дзюдоистов? Да, для дзюдоистов открыты, но в силу политических различных ситуаций не всегда наши спортсмены могут принять участие в таких турнирах. Вот, есть определенные ограничения, есть борьба под нейтральным флагом, ну, то есть, есть сложности. Но, тем не менее, наши выступают на турнирах Гран-при, выступают успешно. Вот, уровень нашей национальной сборной один из сильнейших в мире. Давайте тогда поговорим о наших соревнованиях. Вот, к чему вы готовитесь, как вы их проводите? Расскажите об этом подробнее. На сегодняшний день, если говорить в целом о дзюдо в округе, достаточно много ребят занимается, порядка 1500 человек занимаются в Одинцовском городском округе дзюдо. Естественно, здесь ребята есть достаточно результативные. Вот, даже в этом зале, в котором сейчас мы находимся, хорошие ребята есть, замечательные тренеры работают. Вот, уровень также растет. Проводим первенство Одинцовского городского округа, затем идет первенство Московской области. Вот, призеры попадают на первенство Центрального федерального округа, ну, соответственно, с отбором на Россию. И такие ребята есть. И юноши, и девушки. А есть какие-то спортсмены, которыми вы особенно гордитесь? Есть, конечно. Есть спортсмены, допустим, если говорить о школе из Венеграда, да, это разина Варвара. Если говорить о школе Одинцова, здесь уже плеяда ребят, которые их воспитывают. Вот, и Дмитрий Николаевич Кучаев, и Александр Сахович Сигал. Вначале мы с вами говорили о популярности этого вида спорта. Сейчас в дзюдо приходят и девочки. Насколько этот спорт травматичен и опасен для, так скажем, женского здоровья? Девочки вносят свою красоту в развитие этого вида спорта замечательного. Вот, потому что эти улыбки, эти косички, этот азарт, не скрывайте, эмоции, которые заряжают и окружающих тоже. Вот, это, конечно же, вызывает уважение. Вот, это интересно, конечно. И девочки увлекаются, и они становятся более агрессивными, там, или, не знаю, как это называть. То есть они также сохраняют свою привлекательность, также улыбаются. Поэтому это только развивает девчонок тоже. А в плане травматичности, скажем так? Ну, знаете, есть травмы, конечно, случаются. Но тренера делали все, чтобы они случались как можно реже. А в вашей жизни были травмы серьезные, с которыми вы пытались справиться? Ну, конечно, конечно, случались травмы. А ушибы и ссадины – это вообще наше, как с добрым утром. Понимаете, то есть это такой путь. Были ли у вас моменты, когда вы совершенно точно хотели уйти с татами и больше никогда не возвращаться в этот спорт? Был такой момент, да. Какое-то время я увидел еще одно искусство – экидо. Вот, попробовал его. И, да, абсолютная гармония. Вот, как-то несколько лет занимался параллельно. Вот, я думал, что уже в дзюдо не вернусь. Но, тем не менее, как-то дзюдо во мне живет. И я снова здесь, и снова на татами работаем. А в чем отличие дзюдо от других единоборств? Их огромное количество. Разобраться, вот, что к чему, ну, достаточно сложно. Дело в том, что дзюдо – достаточно интеллектуальный вид спорта. Он исключает прямую агрессию. То есть ты можешь технику, техникой доказать на татаме, кто сильнее, кто достойнее, да. Но нет ударов, нет жестких, там, падений, там, нет агрессии. И это важно. Ваш клуб называется Александр Невский. Почему? Есть такой клуб у нас имени Александра Невского. Некоторые меня спрашивают, а что, Александр Невский дзюдо занимался? Вот, конечно же, нет. Но образ Александра Невского как раз несет в себе то, что присуще каждому спортсмену, каждому борцу. Это образованность. Это, особенно в дзюдо, это дипломатия. Это, опять же, боевое искусство. Вот, Александр Невский в полной мере доказал, что он является на то время великим стратегом, воином, политиком, дипломатом. Он смог оставить в истории достаточно значимый след, потому что объединил русские земли, объединял русские земли. Вот, если вы помните, в середине XIII века на Руси было порядка ста княжеств. Вот, и шведы постоянно нас так огорчали своими набегами. И вот на защиту рубежей стал Александр Невский. И он не поступил, так сказать, постулатами церкви нашей православной. Вот, хранитель ее был за свой подвиг духовный. Он, конечно, причислен к рику святых. Если вы помните его афоризм, не в силе Бога, а в правде. А также, вы помните, кто с мечом к нам придет, отмечая, и погибнет, сейчас это актуально. И мы детям рассказываем о том, каким он был Александр Невский, чтим его память. Вот 16-17 декабря мы проводим ежегодный турнир памяти Александра Невского, который набирает все большую популярность. И в этом году турнир пройдет на площадке Однецовского МГИМО. Надеемся, что пройдет, как всегда, на хорошем уровне. Можно ли сказать, что дзюдо объединяет всех любителей японских единоборств? Наверное, нет. Но я думаю, что все любители единоборств с удовольствием смотрят дзюдо. Но есть другие же виды еще там, да, как вы сказали, и карате есть, и сумо. Зрелищные виды. Но здесь вот именно такой момент. Броски, динамика спорта. Различные весовые категории. Это очень интересно. И я рекомендую родителям приводить детей. Не стесняясь приводить детей. Узнавайте у тренеров, какие шаги ребенок вас сделает. И вы увидитесь в том, что через год ребенок вас станет более внимательным, координированным, физически крепким. А есть что-то, чего вы не достигли и жалеете об этом? Или что-то не получилось вот на этом таком большом пути тренера, спортсмена? Ну, конечно же, есть определенные, так сказать, что-то бы я исправил, оглядываясь назад. Где-то бы доработал больше. Есть, ну, это внутри очень глубоко. То есть спортсмены как-то все внутри. Всегда о чем-то, да, можешь подумать, что, эх, а могло бы выйти еще вот так, да. Какие задачи вы сегодня ставите как президент федерации, как тренер по развитию дзюдо, может быть? Наша задача сводится, конечно, к поддержке, к выявлению таких спортсменов, которые могут принести достаточно весомый результат не только на первенстве области, но и отобраться и дальше. И когда-то составить гордость и славу всего Денцовского городского округа. Вот, а как тренер, конечно же, тут расти и расти. То есть я, знаете, чувствую себя таким же, как и Марихей Усиба. Когда-то, это основатель Айки-2, когда-то он надел белый пояс. У него был мастерский пояс, черный. И вот на одного из тренировок он надевает белый пояс. Ученики спрашивают, мастер, почему в белом поясе? Он говорит, я себя чувствую учеником. Вот, поэтому вот это ощущение тоже где-то присутствует. Мы тоже учимся и как тренеры. И последний, наверное, вопрос задам. У вас спортивная семья. Как своих вовлекали детей в спорт или они просто наглядно смотрели и по вашим стопам шли, так скажем? Старший сын, он, в принципе, в зале вырос. В зале вырос. Иногда он просто между тренировками засыпал, рос с младенчества. Вот, а сейчас он тоже тренер. Вот, работает с детьми младшего возраста. Вот, дочка. Дочь, сын, все они занимались дзюдо. Ну, как-то я не заставлял никого заниматься. Ну, насколько было интересно, столько занимались. А есть ли разница, когда вы тренируете своих детей и, скажем так, чужих? Ну, знаете, своих сложнее. Сложнее. Потому что ты можешь допустить тебе больше эмоциональности. Вот, больше, может быть, переживаешь, как родитель. Вот, это, наверное, со мной согласятся другие мои коллеги. У вас в ближайшее время будут какие-то соревнования большие? Что будет? Да, 16-го, 17-го декабря в седьмой раз уже пройдет турнир памяти Александра Невского. Вот, 6-го числа, 6-го декабря церковь празднует это событие. Вот, но мы проведем 16-го, 17-го декабря. Будут присутствовать все возрастные группы. До 13 лет спортсмены, до 15, до 18, до 21 года. Турнир пойдет в два дня, соответственно, набирает большее количество участников. И вот на спортивной площадке МГИМО города Одинцова этот турнир пойдет уже в седьмой раз. Приглашаю всех желающих посмотреть на красивую борьбу, порадоваться, я думаю, что успехом наших, надеюсь, успехом наших спортсменов Одинцовского округа. В общем, болеем за наших. Рассказали о дзюдо в деталях вместе с тренером Андреем Панкратовым. Вы смотрели новости спорта. Увидимся на ОТВ. Юные грации порхают над ковром. Сложные прыжки с вращениями, контроль предмета. Это сейчас Анастасия Кустова выполняет элементы на отлично, но так было не всегда. Вспоминает, как выбегала из зала со слезами. За 8 лет в художественной гимнастике преодолела немало трудностей. Сейчас уже смело строит планы на будущее. Для кандидата нужно получить кандидата мастера спорта. А дальше хочу уйти в групповые упражнения и там попытаться выполнить мастера спорта. Выполнила норматив мастера спорта и теперь помогает сделать спортивную мечту реальностью для своих воспитанников. Оксана Бикинеева – тренер с 18-летним стажем. О себе говорит честно. Данных выдающихся для гимнастики не было. Однако повезло с тренером. Училась у лучших. Мне очень повезло. У меня тренер была Вера Фремна Штельбаумс. Это известный тренер. Вы знаете двукратную олимпийскую чемпионку. Евгению Канаеву – это ее тренер. И вот мне так посчастливилось, что я у нее тренировалась. Один из самых зрелищных и изящных видов спорта. Его суть – выполнение гимнастических и танцевальных упражнений. Обруч, мяч, лента, скакалка, булавы. Булавы для Заряны Киселевой пока еще тоже сложный предмет. Чтобы починить себе элементы с ними, приходится много трудиться. Юная спортсменка готова на все ради мечты стать чемпионкой. Я часто дома тренируюсь. Сажусь в шпагат и вправис. Я включаю часто музыку и под нее я тренируюсь дома. Мне нравится. Художественная гимнастика имеет омолаживающий эффект, признается Елена Манжос. Сейчас Елене Александровне 70 лет. Она все так же горит любимым делом. В этом ей помогают ее ученики. Ради них развивается и не стоит на месте. Соревнования, новые элементы и программы. По словам тренера, профессии надо жить. Ученик – это не сосуд, который должен наполнить тренер. Ученик – это факел, который должен зажечь опять же тренер. А чтобы зажечь ученика, тренер должен гореть. Все время гореть. Елизавета Зубкова влюбилась в красоту и изящество этого вида спорта. Пришла и осталась. Теперь элементы и предметы – это ее жизнь. Юная спортсменка выступает в групповых упражнениях. Признается, это сложнее, чем индивидуально. На помощь всегда приходит тренер. Мы ее очень любим. Во-первых, то, что она все время пытается нам как-то объяснить информацию, показывает. То есть пытается сама как-то нам с предметом объяснить какие-то движения. Также она в соцсетях ищет нам какие-то элементы интересные, которые сейчас популярны. И мы пытаемся вместе с ней, она нам объясняет, и мы пытаемся с ней повторить все. Достичь успеха и стать мастерами спорта юным спортсменам помогают профессионалы спортивной школы Одинцова. Тренеры с большой буквы делают все, чтобы юные звездочки зажигались как можно ярче. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Неженский вид спорта. Так говорят про бокс. А если он французский, то почему бы и нет, говорит Варвара Горб, участница первенства Московской области по Савату. Единоборствами занимается с шести лет. За три года в спорте успела узнать вкус побед и поражений. Мечты у девочки смелые – стать чемпионкой России. А пока продумывает тактику на предстоящий бой. Соперница, я уже знаю, какие места она любит делать. Какие у нее тактики. Я продумываю себе схему, как от нее можно вернуться. И здесь какие-нибудь иные удары, чтобы занять первое место. Займут первое место и поедут на всероссийские соревнования. Бороться за путевку на престижный турнир приехали сто спортсменов не только из Подмосковья, но и других городов России. Санкт-Петербурга, Калуги, Рязани. Были и Одинцовские саватисты. Фактически эти соревнования являются отборочными. То есть те, кто занимает первое и второе место, в декабре выступают от Московской области на всероссийском турнире Кубки России в Санкт-Петербурге. Сават – это бокс французского происхождения. В нем используются одинаково и руки, и ноги. Применяются элементы западного бокса в комбинации с ударами ногами. Сават – это единственный вид спорта, где бьют ногами в башмаках. Эти башмаки похожи на боксерки, с тем только отличием, что у них не только жесткая подошва, но и жесткий носок. И удары можно наносить, как в английском боксе, только перчаткой. Ну, так и в савате тоже, естественно, удары наносится руками и перчатками, как и в английском боксе. А вот ногами удары можно наносить только башмаком. Сергей Буланов – один из первых, стал изучать ударную технику ног в боксе. Так заинтересовался саватом всерьез. И вот уже 33 года успешно продвигает его в России. В конце 80-х была создана первая в России федерация савата, которая постепенно развивалась и развивалась. И на сегодняшний день у нас уже больше 40 регионов в России развивает этот вид спорта. Мы проводим большие чемпионаты России, Кубки России. Для Георгия Бибяева этот турнир не первый. Занимается саватом уже четвертый год. Соревнование для него – особый вид удовольствия и возможность показать себя. Сегодня он в красном углу. Соперник достался сильный. Неуступчивый, но сам по себе-то он мало занимается. Я что-то хотела дать ему как-нибудь почувствовать себя в первый раз. На первенстве Московской области по савату команда города Одинцова показала высокий уровень подготовки и завоевала золото в общем зачете. 12 спортсменов заняли первые места, 13 – вторые. Бронзу взяли сразу три саватиста. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.